Сотрудники службы государственного и фитосанитарного надзора прошли курсы повышения квалификации в Кропоткинской ветеринарной лаборатории, с которой у югостинских коллег уже много лет налажена деловая коммуникация. После прохождения курсов сотрудники местной лаборатории проводят соответствующие исследования крупного и мелкого рогатого скота, по результатам которых у сельскохозяйственной жирности наиболее часто выявляют такие заболевания, как лейкоз и бруцеллез. По словам директора лаборатории Залды и Коевой, полученные специалистами навыки способствуют расширению их профессионального охвата. Прошли там двухнедельные курсы для повышения квалификации по ИФО-диагностике, а также по реакции связывания комплимента, это РСК для бруцеллеза и реакция претипетации для исследования сибирской язвы. Они у нас ранее делались, еще в советское время мы их проводили, наша лаборатория работала с этим, но для наших этих новых сотрудников это все новое. Тонгая и скрупулезная работа направлена в первую очередь на недопущение распространения болезней, чтобы избежать эпидемии. Буквально за несколько часов лаборанты вымирают точные заключения иммуноферментного анализа. Это не лейкоз, это бруцеллез. И когда чисто визуально, даже вы сможете определить после всей реакции, есть ли там положительность. Потому что они меняют цвет. На самом деле это очень интересный процесс, завершающий этап, а также он наиболее точный. Это чтобы прям конкретно подытожить, и чтобы убедиться, что реакция прошла правильно. Лаборатория выдает заключение только после нескольких этапов исследований, самым точным и заключительным из которых является иммуноферментный анализ. В случае неточности результата или сомнений специалистов, через некоторое время исследование проводится повторно. Точная диагностика – одна из основных требований к работе в ветеринарной лаборатории, отмечают сотрудники. С целью своевременной диагностики лейкоза крупный рогатый скот уже с шести месяцев обязательно подлежит сирологическому исследованию. Животных с положительной реакцией признают больными, после чего сдают на убой. В данный момент каждый день есть поступление. В основном кровь от крупного рогатого скота, потому что у нас в республике фиксируется и бруцеллез, и лейкоз. Эти заболевания заразные передаются от одного поколовья к другому, и совместные пастбища, совместные водопойки, и передается эта болезнь. Исследования стада с выявленными случаями заболевания в дальнейшем проводят уже с регулярной периодичностью. По правилам деятельности, сотрудники лаборатории проводят исследования каждые полгода, даже если не выявлена всплеска заболеваемости. Яна Плева, Ринат Медоев. Информационный выпуск «Сегодня».